Валерий Седов Сотрудники управления ФСБ по Рязанской области пресекли деятельность так называемых «черных копателей». В сети интернет они пытались сбыть уникальную коллекцию серебряных монет – куфических дирхем, выпуск которых датируется примерно восьмым-десятыми веками. И у этого клада, обнаруженного в Рязанской области, как выяснил Максим Васильев, есть своя история. Для Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника сегодня знаменательный день. Сотрудники Рязанского управления ФСБ вернули на свое законное место уникальную коллекцию монет – 228 серебряных куфических дирхем, изъятых у так называемых «черных копателей». «Земля дала, а мы просто взяли», – хвастался один из них в соцсетях. Потом взяли их. Управлением Федеральной службы безопасности России по Рязанской области расследовалось уголовное дело в отношении двух жителей Московской области, осуществлявших на территории нашего региона незаконный поиск и изъятие археологических предметов без разрешительных документов. Вступившим в законную силу проговором суда указанные лица признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 243.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконный поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания. Дирхемы или дирхамы некогда были основной денежной единицей арабского халифата 8-10 веков. Каждая такая монета уникальна, на ней нет никаких изображений, только цитаты из Корана, дата и место изготовления. На черном рынке стоимость этих монет невелика – 5-7 тысяч рублей за штуку. Цель для темных копателей вполне рядовая. На территории Рязанского княжества дирхемы были в ходу, но этот клад особый, бесценный, причем в масштабах всей страны. Особая ценность историческую придает этой коллекции то, что она найдена в составе единого археологического комплекса. Безусловно, передача данной коллекции в Рязанский Кремль обеспечит сохранение этих археологических объектов. Организацию позволит организовать научно-исследовательскую и реставрационную работы. И дальнейшие экспонированы это коллекции на выставочных площадях Рязанского Кремля. Вот эти монеты, которые были найдены, они открыли какое-то еще археологическое место нахождения, каких-то еще других предметов. Поэтому сами по себе они представляют большую ценность, поскольку они, во-первых, нам свидетельствуют о том, что здесь, в Рязани, были культурные и торговые связи с иностранными, какими-то государственными. И, соответственно, приходил обмен какой-то культуры, предметов. И, соответственно, это все нам позволяет более глубоко изучать историю. История конкретно этой партии монет, возможно, связана не с обменом опытом, а с обычным в ту пору наймом войска для устрашения соседей. Дерхамы монеты арабские. Вполне вероятно, что это была дань половецкому войску, так и не дошедшая до адресата. Впрочем, более детально рассмотреть коллекцию монет и специалистам, и любителям можно будет уже совсем скоро. Примерно недели через две. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Сегодня стартовал Всероссийский фестиваль воздухоплавания «Небо России». Начались спортивные полеты. На генеральном брифинге спортивный директор чемпионата Александр Маврин обозначил правила мероприятия для полетов и продемонстрировал карту полетов. Брифинги по утренним стартам будут проходить в 3.45. По вечерним в 16.30. Точка взлета определяется в зависимости от погодных условий ежедневно. Вот этот буклет готовился в том году к 30-летию. Ну вот так уж получилось, что 30 лет, как бы и 31 год мы вот отмечаем в этот раз. Сами можете представить, мы самое старейшее воздухоплавное мероприятие в нашей стране. Наш телеканал «Информационный партнер чемпионата». Ежедневно мы будем выпускать дневники чемпионата «Небо России-2021», где будет самая последняя и актуальная информация. Следите за выпусками новостей. Проект поддержки местных инициатив, можно сказать, вдохнул новую жизнь в Рязанский микрорайон «Строитель». Осенью прошлого года здесь возвели современную детскую спортплощадку. В этом решили кардинально изменить и благоустроить местный сквер. Слово «давно заброшенный». С подробностями Анна Герцовская. Отдаленный уголок, некогда хорошо развивающийся поселок «Строитель», в котором жили в основном работники близлежащих предприятий, вновь идет к своему возрождению. Местные жители вместе с властью Рязани стараются восстановить сквер, который был здесь еще при создании строителя. Когда-то его, можно сказать, куратором было химволокно. Сегодня предприятия уже нет, сквер также потускнел. И местным жителям это совсем не нравится. В этом году мы планируем санитарную очистку и обрубку 17 деревьев, аварийных именно, не живые деревья мы не трогаем, дорожки и лавочки. А в следующем году, возможно, если мы опять на конкурс попадем, планируется освещение, может быть, мафы какие-то добавим. Оборудование какое-то детское там, либо лазилки какие-то, фонтаны, все что угодно. Эта зеленая зона сейчас выглядит как чаще, но работы уже начались. Сквер закрывает дома от проезжей части и должен стать тихой гаванью для детей, взрослых и пожилых людей. Проект сквера рисовали сами местные жители, по сути, от руки. Затем обратились к властям со своим предложением, ведь по опыту прошлого года жители-строители поняли, что программа поддержки местных инициатив работает. В том году здесь была возведена прекрасная детская площадка общей суммой в 2,5 миллиона рублей. Аппетит, как известно, приходит во время еды. Парк – это муниципальная земля. Соответственно, за муниципальную землю ответственный город. Это управление благоустройством, это дирекция благоустройства и так далее. Он будет поставлен на баланс, и, соответственно, они будут следить за благоустройством и, соответственно, уборкой территории. Знаю, что прекрасно, что это проблематично. Бюджет у нас, я как депутат знаю, бюджет у нас сложный. С каждым годом все сложнее, с учетом и эпидемиологической обстановки. Но мы стараемся, надеемся, что еще одна зеленая зона, которая появится на территории города Рязани, также будет вовлечена в процесс озеленения, в процесс уборки и вообще в процесс жизнедеятельности. На следующий год здесь установят освещение. Кое-где дополнительно озеленят. В этом году будет выполнена максимально трудоемкая и финансово затратная часть работы. Многие местные жители выражают благодарность за такую поддержку. Поблагодарить, конечно, администрацию за то, что вообще существуют такие проекты, губернатора за выделение средств. Потому что давно к нам в строитель никакие средства не заходили. Вот уже 5 миллионов мы зашли. И обязательно Светлану Евгеньевну Варнакову, она наш депутат, она очень нам во всем помогает. Без нее мы никуда. Стоит сказать, что под надзором Светланы Варнаковой весьма большая территория. И это далеко не единственный проект, который реализуется в данный момент. Четыре местные инициативы. Одна из них, в которой мы здесь находимся, вот здесь в поселке Строители, это Сквер. Затем у нас поселок Шлаковый, это дорожка к детскому саду, местная инициатива. Тоже практически порядка 2 миллионов проектов. Следующий у нас на Есенино, 43-я школа, дорога к школе, тоже местная инициатива. Мы в этом году будем делать. Тоже практически более 2 миллионов проектов. И мы делаем в поселке Неукуличи замечательную еще одну местную инициативу, дорогу, 3-й нефтезаводской проект. Глядя на расчистку этой чащи, местные жители очень надеются, что поселок Строитель вновь станет отдельным раем для жизни. Ведь здесь есть все для хорошей жизни. Своя школа искусств, больница, школа, два детских садика. Теперь появится и уютный сквер. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязани перекрыли две основные улицы микрорайона Роща. Связано это с ремонтом тепловых сетей. Как сообщает пресс-служба городской администрации, работы продлятся до 29 августа. Ограничение движения начинается от прикрестка улиц Островского и Политаевского до пересечения с улицей Гоголя. Работы пройдут и на дороге до пересечения с улицы Чернышевского. Такие работы скажутся на маршруте жителей близлежащих домов и учеников Рязанского строительного колледжа. Им придется выбирать другой маршрут, потому что автобус номер 6 будет ехать только до остановки ЦПК ИО, а потом в обратном направлении. Маршрутки 49 и 65 от городской больницы номер 6 поедут по улицам Чернышевского, Толстого, Островского и далее обратно. Необычное дело о разбой попало на стол к следователям Рязанского межрайонного следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области. Обвиняемый за один день натворил дел сразу на 4 статьи и в сумме набрал 11 эпизодов. Подробности о событиях всего лишь одного криминального дня расскажем в следующем сюжете. Это фотографии с проверки показаний на месте. Лицо обвиняемого, естественно, мы закрыли. Приговора пока нет. А началось это уголовное дело, как водится, с попойки. Мужчина гулял в компании друзей. Разговорились, дело дошло до спора. Тогда он схватил нож и стал угрожать всем сидящим за столом. Так заработал свою первую статью. Три эпизода по 119 уголовного кодекса. Угроза убийством. После того, как он угрожал убийством, он схватил за куртку потерпевшую, вытащил ее из дома. Потерпевший оказывал сопротивление, но попытки были, не увенчались успехом. Он потащил ее в деревню Ужалия к одному из домов. Дом принадлежал его знакомому. Вошли через дверь. И там мужчина снова запустил свой персональный счетчик уголовных статей. Добавились изнасилование и грабеж. Пара не осталась в доме только потому, что преступник понимал, знакомый может вернуться в любой момент. Тогда они продолжили ночное путешествие. В другой дом они проникли через законный проем. В этом доме он совершал с ней второй раз действия сексуального характера. Также он совершил грабеж в присутствии потерпевшей. Похитил предметы, продукты питания и иные вещи. Всего мужчина вломился минимум в четыре дома. Заходили через окна и двери. Мужчина воровал как что-то ценное для него – куртку и сапоги, так и мелочь – фонарик и перчатки. Закончилось все под утро, когда неугомонный хулиган снова затащил потерпевшую в один из домов. Только когда мужчина уснул, женщине удалось сбежать. Вернулась к нему она уже с полицией. Три эпизода по статье 119 УК РФ. Два эпизода по статье 131 УК РФ. Три эпизода по части 1 ст. 139 УК РФ. И три эпизода по части 1 ст. 161 УК РФ в отношении обвиняемого. На настоящее время дело направлено в суд. Предъявлено обвинение по данным статьям. Угроза убийством, изнасилование, незаконное проникновение в жилище, грабеж – суммарно 11 эпизодов. Сейчас мужчина ожидает решения суда. Однако к тюремным условиям ему не привыкать. Он уже был неоднократно судим. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова